Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим об очень важных мероприятиях по выращиванию томатов, огурцов, перцев и других растений в защищенном грунте, а именно во второй половине лета ближе к осени. Август является месяцем, завершающим лето. Во второй половине августа уже можно столкнуться с довольно холодной температурой ночью. О низких ночных температурах и о том, что осень уже приближается, можно судить о том, что у ясени появились первые желтые листья. К 9 часам вечера над низкими территориями в полях, по опушкам и особенно возле рек собирается низкий довольно густой холодный туман. Это связано с тем, что перепады температур дневных и ночных уже довольно существенны. И влажный воздух, который накопился за день, который растения испаряли, который испарял земли и других поверхностей, начинает конденсироваться и оседать. Это период очень опасный для наших растений в теплице. С этим периодом совпадает резкое наступление болезней. Болезни вспыхивают, и буквально в одну-две ночи могут полностью уничтожить наш урожай. Фактором вот такой болезненности растений и вспышки заболеваний является наличие капельно-жидкой влаги на поверхности листьев. Споры многих грибов и других патогенов прорастают в каплях воды, вот в этой влажной среде. Это и кладоспариоз, это и фузариоз, это и фифтофтороз, это и множество других заболеваний, которые вредят томатам, огурцам и другим растениям в защищенном грунте. Существуют две стратегии, направленные на избегание вот такой ситуации. Первая стратегия связана с тем, что теплица на ночь не закрывается. Открываются полностью форточки, двери могут быть закрыты, но форточки остаются открытыми. Это позволяет воздуху циркулировать в теплице, и излишки вот этого пара, который накопился в течение дня, одни еще достаточно жаркие, особенно в теплицах, этому водяному пару выходить и не дают конденсироваться на конструкциях теплицы и на поверхности листьев, которые всегда холоднее, чем окружающий их воздух. Естественно, за счет испарения влаги. Но эта стратегия сопряжена с некоторым риском, что холодный влажный воздух наоборот устремится внутрь теплицы. Хотя в этой стратегии есть один большой плюс. Дело в том, что налив плодов, их созревание и особенно накопление там сахаров происходит в случае разницы между дневными и ночными температурами. В случае, если эта разница достаточно высока, происходит налив плодов, получаются плоды наивысшего качества. Выравнивание же температуры снаружи и внутри путем плотного закупоривания теплицы и поддержания там высокой температуры вплоть до утра, а ведь минимумы температур приходится где-то на 4-5 часов утра, приводит к тому, что растения наливаются не так хорошо. Но здесь надо взвесить риски проникновения холодного влажного воздуха извне. Вторая стратегия, как уже понятно, это закупоривание буквально теплицы, ее максимальное закрытие, изоляция от внешнего мира. Какие мы здесь имеем риски? Как бы мы не старались закупорить теплицу, все равно к утру она охладится, температура понизится и вот весь тот водяной пар, который там накопился и в течение дня и в течение ночи сконденсируется и осядет в виде росы, в виде капель и на растениях и на конструкциях теплицы. Здесь она и поджидает фитофтора. В этой связи необходимо предпринять все меры к тому, чтобы количество водяного пара в теплице было минимизировано. Этого можно достичь различными способами. Один из них это смещение поливов на вечернее время. Что мы этим добьемся? Мы добьемся того, что растения получат влагу и минимизируют испарение этой влаги в воздух. В силу того, что солнце уже село, жары уже нет, транспирации на охлаждение уже нет, фотосинтеза уже нет, остается только дыхание. Но дыхание растений, в результате которого тоже образуется водяной пар, будет и в случае утренних поливов и в случае вечерних. В случае вечернего полива растения в течение дня могут испытать некоторое количество дефицита влаги. Это можно заметить по немножечко увядшим листьям, особенно на верхушке, и по мягким верхушкам. Но это не страшно, это нормальное физиологическое явление, которое указывает на то, что растения функционируют нормально. Вечерний полив позволит им накопить влагу, позволит обеспечить влагой ночной рост плодов и таким образом сохранит нормальное физиологическое состояние растений с минимизацией транспирации испарения в течение ночи. В случае утреннего полива к вечеру растения будут тоже испытывать дефицит влаги. Они много влаги испарили за день, теплица насытилась этой влагой, ее закрывают. Растения испытывают дефицит влаги, плоды не так хорошо нарастают и наливаются. В то же время водяной пар накопился, его много и, соответственно, к утру мы будем ожидать обильную росу, когда со стен и с растений буквально течет. Это нехорошо. Некоторые огородники до такой степени снижают количество поливов, боясь вот такой ситуации переувлажнения, что полностью прекращают поливы. Эта стратегия вполне оправдана. Если растения не испытывают видимого дефицита влаги, а это может быть в том случае, если корневая система проросла уже достаточно глубоко, достигла сильно увлажненных слоев почвы в глубине, они могут не проявлять дефицита влаги. Если они не проявляют дефицита влаги, то и нет необходимости их поливать. Периодические подкормки раз в 7-10 дней обеспечат дополнительное количество влаги в корневой системе будет таким небольшим поливом, восполнением влаги в верхнем и среднем слое почвы. О подкормках ни в коем случае нельзя забывать, несмотря на то, что сезон выращивания томатов и других растений движется к концу. Если вы прекратите подкормки, тем самым вы рискуете получить низкое качество плодов последних сборов, а это нам совершенно не нужно. Оригинальным способом снижения количества влаги в теплице является устройство влагоуловителей. Для того, чтобы влагоуловители хорошо работали, необходимо их подвешивать в верхней трети теплицы, ведь именно там в течение дня и вечером скапливается водяной пар. Будет хорошо, если их подвесить в теплице на разной высоте. Как же изготовить и из чего эти самые влагоуловители? Дело в том, что каждому из нас совершенно доступны субстраты, которые обладают высокой влагопоглотительной способностью, буквально высушивают воздух, забирают вот этот водяной пар, который накапливается в теплице. Одними из самых доступных являются наполнители для кошачьего туалета. Они бывают двух типов. Они бывают из таких силикатных гранул или силикогеля и циолитовый комкующийся наполнитель. Какой же из них выбрать? Можно было бы, конечно, рассчитать удельную поверхность поглощения. Есть различные физические показатели влагопоглощающей способности и так далее. Но я пошел очень простым путем. Я взял две тарелочки, насыпал в них и циолит, и вот этот вот силикогель, одинаковое количество, и оставил в теплице на одни сутки. И вечером уже посчитал, какое количество влаги там накопилось. Я считал и количество влаги вечером, и количество влаги утром до того, как начнет прогреваться вот эта субстанция, и, возможно, влага отсюда начнет испаряться. В итоге я получил следующие результаты. В течение двух суток силикогелевый наполнитель способен поглотить количество влаги, примерно равное его весу. То есть один килограмм вот этого наполнителя способен поглотить примерно один литр водяного пара. Это значительное количество. Циолитовый наполнитель сработал чуть хуже. Он поглотил примерно 60% водяного пара от своего веса. Могу сказать, что примерно полутора килограмм наполнителя вот такого силикогелевого или два килограмма наполнителя циолитового было более чем достаточно, чтобы полностью исключить образование росы в помидорной теплице площадью 12 квадратных метров. В принципе, полагаю, что такое количество силикогеля, вот этого кошачьего наполнителя, было даже избыточное. Но, по крайней мере, один килограмм этого более чем достаточно на весь сезон, чтобы сделать такие влагопоглотители. Понятно, что наименьшая поверхность поглощения будет у шара. Наибольшая поверхность поглощения будет у какой-то плоской конструкции. В этой связи вот эти наполнители необходимо заполнять либо вот в такие вот плоские плошки и где-то крепить, расставлять сверху, либо необходимо делать какие-то мешочки, которые подвешивать к конструкциям теплицы с тем, чтобы влага вот в этой верхней третьей теплицы активно поглощалась. Эти конструкции, эти такие поглотительные мешочки, необходимо распределить по всей площади теплицы равномерно. Он работает очень активно. Конечно, уже в первые сутки вы заметите, что этот гель из сухого сыпучего постепенно превращается в такую мягкую гелевую массу. Однако же он всё ещё продолжает поглощать влагу. В течение дня, как оказалось, когда солнце жаркое и когда он разогревается, он достаточно активно подсыхает. Вы это сможете почувствовать по подсыханию, по тому, как вот этот силикогель становится более такой вот рассыпчатый. В принципе, по окончании сезона вы можете этот силикогель регенерировать, положив его на батарею, подсушив и слегка измельчив. Но на самом деле и силикогель, и циолитовый наполнитель являются очень хорошим источником кремния для растений. И тот, и другой можно с успехом закладывать в лунки при посадке различных растений. И томатов, и перцев, и баклажан, и огурцов, и капусты, и всех остальных растений. И даже вносить в грядку. Циолиты, кроме всего прочего, обладают целым комплексом полезных веществ для растений. И этому мы посвятим отдельную, на отдельный наш выпуск. Вы можете использовать и гелевый наполнитель, и циолитовый наполнитель. Вот в таком вот количестве, примерно килограмм наполнителя на 12 квадратных метров, организовав таким образом эти влагопоглотители, как вам удобно. В качестве материала для мешочка надо использовать влагопроницающие ткани. Ну, это может быть тонкий ситец, это может быть спонбонд, это может быть что угодно. Но что-то, что хорошо пропускает влагу. Таким образом, в совокупности с закрытием, например, форточек теплицы и организацией вот этого влагопоглощения, вы минимизируете количество капельно-жидкой влаги, которая попадает и на конструкции теплицы, и на поверхность растений. Тем самым, минимизируете риски возникновения заболеваний и продлите вегетационный сезон ваших томатов и других растений, которые вы выращиваете в теплице. Ну, а сами эти материалы не будут выкинуты, они, конечно же, пойдут потом тоже в дело. Надеюсь, вам этот выпуск поможет организовать вашу теплицу таким образом, чтобы вот эти поздние августовские и осенние туманы не испортили ваши растения и увеличили урожай растений в вашей теплице. Всего хорошего!